Предложение Турции и Франции по вопросу мира в Армении. Министр иностранных дел Турции Мевлюд Чавушагло выступил с очередным обвинением в адрес армянской диаспоры. По его словам, часть армянской диаспоры во Франции выступает против процесса нормализации отношений Армении с Турцией и Азербайджаном. Чавушагло отметил, что некоторые диаспоры выступают против установления хороших отношений и поддерживают вражду. Он призвал своих соотечественников, проживающих во Франции, бороться с подобными проявлениями. Чавушагло напомнил об успешной борьбе турецко-американского координационного комитета, таск с клеветой армянской диаспоры против властей и народа Турции. Министр также сообщил, что в ближайшее время президент Франции Эммануэль Макрон может посетить Турцию. Франция и Турция находятся сейчас в тесном контакте по вопросу армяно-турецкого мира. В рамках инициированного Макроном форума Европейского сообщества состоялась встреча Макрон-Мишель Пашинян-Алиев, по итогам которой было принято заявление об обоюдном признании территориальной целостности Армении и Азербайджана и подготовке мирного договора. Макрон приветствовал эту инициативу. Пражский документ – это признание оккупации Армении с закрытием вопросов Арцаха, Нахиджована и геноцида. С другой стороны, Франция предприняла ряд решительных шагов в связи с агрессией против Армении 13-14 сентября инициировала обсуждения в СБ ООН, которые были сорваны Россией. Министр Эдфранции заявила, что Россия не способна в одиночку заниматься урегулированием, и Франция рядом с Арменией. Сенат Франции готовится обсудить резолюцию с требованием вывода бакинских войск села территории Армении. В этом контексте заявление Чавушоглу звучит примечательно. В качестве причины двусмысленности действий французских элит турецкий министр называет усилие армянского лобби и призывает своих соотечественников бороться, словно предлагая Франции, что если проблема в этом, то Турция может помочь. С заявлением Чавушоглу симптоматичны и в плане позиции Макрона по вопросу мира в Армении и украинской войны. Все закончится за столом переговоров, но когда это произойдет, должны решать украинцы. Сейчас этого точно не произойдет, потому что идет война, сказал в Праге Макрон, а отвечая на вопрос о вероятности сосуществования Украины и России, сказал, что сейчас не время для подобных суждений. Сейчас время для войны. В начале украинской войны Макрон взял на себя роль по достижению мира на путинских условиях, став предметом насмешек и мемов. Но жесткая позиция украинского руководства и сопротивление украинской армии привели к изменению его риторики и позиции. В случае с Арменией, фактически динамика обратная из-за настаиваний руководством Армении на агентурном плане мирной повестки. Субтитры создавал DimaTorzok